Одинцово – это город, который всем представляется по-разному. Кто-то здесь проездом и не особо вникает в жизнь горожан, а для кого-то он малая родина, любимый Одинцово или сокращенно ласково Оди. Город, которым всегда есть повод гордиться. Нашим детским садом номер 79. Самый лучший детский сад. В городе Одинцово очень много места. Тут можно играть, веселиться. Самая большая гордость, я считаю, это отношение жителей к городу, в котором они живут. Сегодня это очень видно, что все жители очень довольны, все гордятся своим городом. Все с радостью идут на праздник, на его день рождения. Наш город может гордиться людьми. Вот такого насыщения и богатства людей, разнообразных профессий, ни в одном городе Подмосковья нет. Празднование 60-летнего юбилея открыло грандиозное карнавальное шествие. Перед его началом возле Георгиевского храма развернулись творческие мастерские. Чтобы принять участие в карнавальном шествии, не обязательно готовить костюмы заранее. Можно сделать это здесь, на месте из подручных средств. Клея, карандашей, бумаги и ножниц создать замечательные костюмы. Фантазия у Одинцовцев, несомненно, богатая. Разнообразие костюмов поражает. Кого здесь только не встретишь. У нас гигантские шашки. Шашечный король, шашечная королева и шашечный принц. У нас сегодня команда очень боевая. У нас костюмы из сказки «Малыш и Карлос». Все вот у нас 10 человек. Вот и Карлос. Видите кто? Наша фокинг-бокс, действительно. Это вот две клубнички и яблоко. У меня самура. Есть игра такая, знаете, он планшетик, когда фрукты летят разные, и надо сабли пересекать. Вот типа из игры этой. Я баклажан. Овощи. Только чтоб никто не кушал меня, не дамся. В этом году в процессе и впервые приняли участие велосипедисты и бакеры клуба «Ночные волки». Всего в карнавальном шествии приняли участие более двух тысяч человек. А точнее спортсменов, фруктов, овощей, существующих и мифических животных, героев, известных сказок, мультфильмов, феи, роботов. Не обошлось без цыган и скоморохов. Привет, привет! Одинцова 60! Поздравляем! С днем города Одинцова! С праздником! Всем отличного настроения! С песнями и танцами красочная процессия прошла по улицам маршала Неделина, маршала Жукова и финишировала на центральной площади. Здесь всем участникам карнавального шествия вручили памятные подарки. Авторам самых ярких и оригинальных костюмов супер-призы. В этот день наградили также заслуженных деятелей Одинцова, профессионалов своего дела, врачей, полицейских, работников культуры, почетные грамоты. И благодарственные письма от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева самым активным и трудолюбивым жителям вручил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. А вот самый сладкий сюрприз, который ждал всех гостей праздника – эксклюзивный 170-килограммовый торт. Старались все, работали днем и ночью, очень трудились. Все были заинтересованы в этом торте, чтобы он был вкусный, красивый, чтобы всем понравился. Над этим кондитерским чудом трудились 15 мастеров. Для изготовления торта им понадобилось целая неделя – несколько тысяч яиц для бисквита. Первый кусок от самого большого в Подмосковье торта отрезал глава Одинцовского района Андрей Иванов. Гости праздника высоко оценили как угощение, так и развлечение. В течение всего дня на главной площади города работали тематические площадки. Гости праздника смогли принять участие в театральных постановках, мастер-классах по танцам или, например, боксу. Праздник – это не только праздничная программа и концерты. Для нас, как для чиновников, это некая отсечка, к которой мы должны постараться совершить объекты строительства, сделать еще один шаг в создании комфортной среды для наших жителей. Почетным гостем торжества стал народный художник Советского Союза, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. В качестве своего подарка городу он провел мастер-класс по живописи для детей Одинцовского района. Вот на тормоз я поставил цветы. Знаете, там очень интересное отношение цветовое. Теплые, холодные тона и так далее. Вот я хочу, чтобы дети чисто живописными, в принципе, живописной манерой, они передали вот это на тормоз. Подарки городу сделали и многие частные компании. Так, один из крупных банков установил в центре Одинцова необычную лавочку. Если в прошлом году мы дарили на день рождения фотовыставку, посвященную храмам России, то в этом году мы решили сделать подарок, который, я надеюсь, останется на долгие годы и будет радовать наших жителей еще долгое время. Мы подарили, мы дарим место встреч и счастья. Незабываемый сюрприз Одинцовцам сделал и заслуженный артист России Валерий Меладзе. Его популярные песни стали лучшим подарком для гостей. Праздник продолжался до позднего вечера. О второй половине торжества вам расскажет Святослав Савенков. Свой 60-й день рождения город Одинцово отмечает именно так, как и нужно, с песнями, танцами и отличным настроением. А центр этого веселья прямо здесь, в сердце города, на главной площади Одинцова. До позднего вечера для гостей праздника работали выставки, мастер-классы, организаторы проводили конкурсы и спортивные соревнования. Самые активные участники могли выиграть билеты в кино, праздничные сувениры, сертификаты от ресторанов, салонов красоты и интернет-провайдеров. У нас очень хорошее настроение. Мы любим наш город Одинцово. И прекрасный праздник сегодня, и погода просто чудесная. Все нравится. Мы вас садят ждем. Хорошее настроение, отлично. Праздником всех Одинцовцев и москвичей к тому же. Счастья, здоровья и любви. Как и каждый год, на главную сцену поднялись выдающиеся спортсмены, жители города Одинцово, которые своими достижениями прославляют нашу страну на весь мир. Памятные награды и призы им вручили глава города Александр Гусев и герой Российской Федерации Лариса Лазутина. Если помните, 7 лет назад на этой сцене стояло всего 12 человек. Сегодня их уже 30. Город Одинцово по праву считается спортивной целицей Подмосковья. Так это и есть. Еще раз, вот этим красивым парням и девчатам. Ура! В честь юбилея танцевально-музыкальная часть праздника превзошла все, что жители и гости города видели прежде. Рок, рэп, поп-музыка, поражающие воображения танцы и невероятная музыка. Хедлайнером концерта стала рок-группа «Моральный кодекс». С наступлением темноты площадь все еще заполняли тысячи и тысячи человек. Все с нетерпением ждали грандиозного финала, праздничного салюта. Святослав Савенков, Дарья Киреева, Евгений Муравлев, Денис Харламов, Павел Дашковский. Телекомпания Одинцова.